Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервисе холлиплей. Первый сервис, здесь Кирилл Путбул, не забывайте водить маник при эстрации. Итак, сегодня мы будем смотреть новое очередное обновление, которое вышло вроде бы как вчера. То есть это обновление от 12 августа, сейчас мы будем подробно все смотреть. Желаю вам приятного посмотра, ставьте лайки и погнали. Итак, первое что добавили, теперь с помощью команды можно избавиться от наркотиков, то есть спустись их в туалет. Пиши команду вот такую. Все, смываем в туалет что-то подожительное. Видите, вы смыли 34 рамы наркотиков в туалет. В принципе они мне не нужны, поэтому можно их в принципе выкинуть. Как бы вот такую систему добавили, не знаю для чего это сделано в принципе, но я думаю лишнего не будет. Еще одно новое обновление это то, что для каждого транспорта сделана эвентуальная система багажников, то есть характеристика багажников. Вместимость бензобака и багажника, видите, теперь у каждой машины по-разному все будет. Раньше можно было сколько угодно ложить, но теперь будет в каждой машине разные пропорции багажника. Также бизнесы получили новые улучшения, а именно теперь можно назвать название бизнеса, короче. Нажимать изменить, улучшение. И вот здесь за 500 тысяч можно изменить название бизнеса, на какое вы хотите. У причала с арендой лодок и место для рыбалки добавили новую парковку. Вот такую вот и аренду скутеров и велосипедов. Но все равно все почему-то паркуются вон там. Ну, скорее всего это просто по привычке. Ну а так парковка очень даже круто выглядит, мне даже очень нравится. Переделали систему заправки автомобилей. Теперь машина заправляется не моментально, а постепенно. Пишем fill и количество топлива, которое нам нужно. И машина постепенно заправляется. Сделано довольно-таки круто, потому что да, было удобнее, когда машина сразу заправлялась, но так будет более реалистично, я думаю. Топливо на АЗС может теперь привезти только разводчик топлива. Для этого нужно устроиться в администрацию области разводчиком, приехать сюда. И арендовать просто машину. Бензовоз. И вам дается машина, и вы едете на завод топлива и загружаете свой бензовоз, так сказать. Хотя это бетонная мешалка, но не важно. Наверное, в новом аппаке это будет бензовоз. Вот, нажимаем GPS работы, и здесь сам внизу будет топливный склад. Идем туда за бензином. Вот здесь находится эта база топлива, в принципе. Здесь нам нужно купить топливо. Так. Булпрод. Вы должны быть в транспорте для заводчика товаров. А как здесь покупать топливо, я вот на самом деле не знаю. Надо посмотреть команду. Так, я нашел команду self-fuel. Количество топлива. Давайте, не знаю сколько. 100 литров. У вас не столько товаров. А, надо буфул написать. Точно. Так. Бул. Фуил. Так, вы должны находиться рядом с топливным складом. Так, вот я нашел. Короче, 100 литров купим, допустим. Еще 100 литров. Еще. Купим, короче, 1000 литров. Я думаю, хватит. И поедем сейчас их отвезем куда-то. А нельзя больше 1000 литров. Давайте еще 90 литров купим. И найдем какую-то заправку, куда можно привезти бензин. Так, вот ближайшая заправка у дальнобойщиков. Туда, в принципе, мы продукты и повезем, наверное. Все, поехали. Так, сюда нужно 400 продуктов или 300. Так, нам заплатили денег, короче, заебись. Так, здесь, по-моему, много бензина нужно, короче. Так, 700. Выгрузим сюда. Все, заебись. Я не знаю, отбили мы свои деньги или нет, но работа мне нравится. Круто, что добавили, что теперь нужно бензин возить. И в каждой заправке, видите, сколько бензина. Сейчас покажу. Так, вот продлист. В каждой заправке по 1000, по 2500 бензина. И он заканчивается постоянно. Его нужно постоянно возить. Теперь вот эта работа будет очень даже востребовательна. Ну что ж, я думаю, это будем заканчивать. Обновление понравилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok